здравствуйте друзья всем доброго вечера сегодня мы с моей женой опять на кухне у нас будет очередной рецепт сала ну если дадите мне секунд 40 я вам расскажу его историю совершенно случайно ехал я в электричке и между собой разговаривали две дамы одна дама своей подруге рассказывал этот рецепт и вот они рассказали друг другу рецепта я люблю сало вот я еле дождался пока не выйдут я тут же достал блокнотик записал чтобы ничего не забыть по дороге купил все ингредиенты и сделал это сало сало получилось не просто отличным а великолепным это очень своеобразный рецепт поэтому наберитесь терпения хотя у нас нет самого главного но не самого главного но одного из ингредиентов которые раньше были но мы сделаем в другом варианте если у вас они будут то как бы не вопрос делайте так как нужно я не вам скажу доброго времени суток дорогие друзья подписчики сегодня как сказал муж мы продолжаем рецепты приготовления сала и у нас сегодня будет сало в пакетах мы его будем варить итак у нас опять-таки чудесный кусочек салка салка мы режем его на такие же небольшие кусочки которые после готовки можно будет разрезать пополам и это будет тот кусочек который уже на вилочку или на хлебушек и вперед на врага так сало мы порезали теперь мы в тарелочке готовим смесь в которой мы будем обмакивать наши кусочки это секундочку я тебя перебью значит основное было в этой смеси но как бы не основное а раньше вот как мы делали этот рецепт сала это было кубики кубики галина бланка я покупал кубики свинины давил их бутылкой на газете потом сыпал тарелочку и вот в кубики добавлялась всевозможная приправа если у вас выпускаются эти кубики у нас их просто час нет продажи не знаю связи чем это связано вот попробуйте раздавить и там ну на вот такой кусок который мы сейчас делаем это ну четыре кубика надо будет раздавить раскатать бутылкой чтобы они не мне мне кубики были а как бы ну как соль до порошочек мы берем приправу для сала я хочу сказать что она совсем не хуже чем чем кубики мы высыпаем эту приправку не скупимся щедро с и я хочу сказать что в ней есть все и зелень и чеснок и соль но все на приправу кот на под это самое подошел до всемчик ай молодец вот вот у нас вот такая приправка я еще хочу добавить приправу для шашлыка у нее немножечко другой привкус но в то же время оно не помешает это все будет вместе очень хороший букет ну и непосредственно как обычно сахар сахар обязательно надо добавить сахар улучшит вкусовые качества салли куб вот паприку я думаю не стоит здесь вот в этой приправе для шашлыка паприка вот по цвету видно что паприка присутствует и добавляем немножечко соль экстры но не немножечко так при прилично больше шмат сала у нас большой скажу сразу соль как бы лишняя не будет она ну как бы вы все сами увидите потом соли надо побольше ложки 3-4 я между чайных ложки вот это ну я вот так вот допустим брал сразу уж менее и солил вот вот так вот хорошо надо присолить иначе сало получится пресным вот так вот такая вот кухня получается вот потом мы тщательно перемешиваем запах какой-то запах божественную жизнь сама уже кушать хоть только поужинали а уже кушать хочется вот такой вот подготовлен самый обычный салфановый пакет вот который мы будем укладывать наши кусочки сала обмакиваем со всех сторон со всех сторон танцы и боков укладываем пакетик так ровненько все укладываем какая прослойка сама будет просто божественным почти боженина будет у нас там посторонние звуки вы не пугайтесь это у нас ну там в игру играет воюет целый день не целый садика пришел захватил бабушкин планшет и дает там джосу крепко и воюет там совсем подряд значит еще вот хочу сказать пару слов по поводу этого рецепта значит если у вас сало но оказалось очень жестким когда вы его купили ну мало ли такое тоже бывает очень жесткое сало тот как раз вот этот рецепт именно для жесткого сало или для пожилых людей которые но не могут разжевать там чего-то более как бы существенного а перчики будешь добавлять нет перчики мы сейчас присыпем сверху вот это вот все как бы тоже можно это в сало просто руками присыпать это вот потом увидите это будет божественная штука не побоюсь этого слова теперь просыпем перчиком смесью из перчиков поскольку процесс приготовления у нас подходит уже ну-ка не приготовления подготовки концу мы поставили кастрюльку на воду и зажгли принципе можно и в холодную но вот она не успеет нагреться до того момента пока мы это все сделаем добавляем немножечко свежемолотого перчика он даст очень хороший аромат и бросаем туда чесночок вот и теперь мы добавляем чеснок равномерно его распределяем приблизительно в пакете потом можно это перемешаем уже пакете чтобы все кусочки были с чесночком да жалко камера не передает аромат конечно это все будет пропитываться но все пропитается вот этим вот можно взять вот так вот мешочек завязать чтобы не вытекал жир который жир чтобы туда вода не попадала потому что варится она будет ну я как для верности в несколько пакетов завязываю и варится будет час двадцать до после того как закипит вода закипит ровно час двадцать мы поставим таймер второй пакет ну на всякий пожарный как бы не критично необязательно и лучше два бывает и три лучше вот если не ненадежные какие-то производители пакетов завязывать надо крепко вот мы делаем так на всякий пожарный муж очень жалко если вся эта красота это самое вытечет в кастрюлю нам этого не нужно нам как раз нужно чтобы все это осталось именно в этом пакете теперь берем этот пакет наверное кастрюля не полная половинка кастрюли водичка теплая да но не горячая чуть-чуть тепленькая ложим этот пакет вот прямо в воду вот и накрываем крышкой сейчас положим вот сейчас мы положили как бы пакет просто накрываем его крышкой и ждем когда делаем больше огонь и ждем когда закипит после того как он закипит вот это вот штучка вот у нас таймер мы включим этот таймер на час двадцать вот и через 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 час двадцать включимся вот у нас закипела водичка вот так она кипит вот сейчас свет чтобы было виднее тут ничего сложного нет вот мы поставили таймер накрываете крышечкой можно даже не совсем плотно но главное чтобы она не выбегала и вот таком состоянии она должна кипеть сколько сейчас двадцать через два час двадцать мы выключим и друзья прошло час двадцать вот что мы видим кипела водичка можем выключить и вот в таком виде мы оставляем до полного остывания ну то есть до утра утром мы вам покажем что получилось вот сегодня мы вскрываем то что мы сварили вчера но за ночь все остыло мы сейчас будем демонстрировать все что у нас получилось вот идет даже через три пакета на работа не пойдет начну пробу снимать вот такая прелесть получается на выходе всего лишь за полтора часа значит значит вот это салка мы перекладываем коробочку вот она все в чесночке и ложим в холодильничек холодильничек до застывания даже не представляете можно в морозилку но в холодильниках вполне достаточно не обязательно в морозилку вот так оно выглядит поверьте но очень вот это секундочку очень мягко очень нежная вкуснейшая вот это вот что получилось в коем случае не выбрасывает вот а вот эту вот смесь ну сами понимаете здесь очень вкусные приправы здесь чеснок и здесь жир который стопился с нашего сала во время его это можно добавить хоть в картошечку хоть у макарончики куда хотите потому что тут много соли сало соль не впитала всю то есть как бы можно продукт не солить вы его прежде чем добавлять обязательно попробуйте на язык потому что соли мы сыпем но лишние соли как бы сало не возьмется возьмет только прослойка или мясо может взять вот получается две таких вещицы ну не знаю будем и показывать или не ну как мы у меня уже полный рот слюней показать как мы его едим может быть не знаю а вообще а вообще вообще всем приятного аппетита очень советую им сделать и попробуйте все на этом пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал интересного еще будет очень очень много и будет вам рыбацкое счастье до новых встреч